Всем привет! Пока наша ненавистная самоизоляция заканчивается, автомобилей на тестах практически нету, толком путешествовать нельзя, но в наших закромах есть довольно большое количество автопутешествий. Там лежит и Австрия, и Испания, и Азербайджан, и Великий Новгород, и Эстония, и в общем много-много-много всего. Ну и сегодня мы вам предлагаем попутешествовать с нами. Давайте отправимся в Карелию, на Белое море, к Беломорским Петрогольфам. Наше новое автопутешествие. Сегодня пришлось встать в 5.30, что я делать не очень люблю, но сегодня мы отправляемся в сторону Архангельска смотреть на Петроглифы. Может быть, выпили вот такую водичку. Название именно оттуда. Посмотрим на Беломор канал. Ну и прогуляемся по Карелии, поэтому стартуем из Питера, рано утром. Вперед! Первая остановка уже по традиции, это заправка Неста, где мы пьем кофе, кушаем сосисочки или кашу. В этот раз у нас, кстати, только каша. Первая машина, которая у нас на тесте, по крайней мере, у нашего экипажа, двухлитровый Кодиак на 179 лошадей, который, ну, с четырьмя людьми и с багажниками вещей не очень хорошо едет. Прибыли в виде на Аятский монастырь, который когда-то давно, первое упоминание о нем, кстати, в 1500 каких-то годах. Раньше он был мужской, но, видимо, мужиков женщины вытеснили. Чем он примечательный? Здесь есть радоновый родник, который больше помогает именно от женских недугов, и, соответственно, поэтому, видимо, женщины это место и оккупируют. Какие-то здания хорошо довольно выглядят и смотрятся какие-то, совсем в таком печальном состоянии. Вот. А еще очень интересно, что он называется, в виде на Аятский монастырь, у него еще было название Островский, потому что, когда река Аят разливалась, то он становился, получался на таком острове. Вот так. Помимо самого монастыря, у него большая и красивая территория, по которой можно просто прогуливаться и наслаждаться природой. В нашем коллективе нашелся человек, который не испугался погоды, в 6 градусов тепла и рискнул искупаться в радоновом источнике. Поскольку это была всего лишь первая точка нашего путешествия, то впереди было много всего интересного. Самое время отправляться дальше, и даже сильный дождь не мог нам в этом помешать. У нас очередная остановка, мы приехали в Карелопарк, уже пообедали, посмотрите, просто какая здесь природа, какой здесь лесок. А вон те собачки, которые стоят и ждут, мы сейчас пойдем с ними гулять. Я вот всегда мечтал, чтобы у меня дом был среди вот таких вот сосен. Посмотрите, какая красота. Млаженство. Единственная, конечно, проблема здесь туго с интернетом. А работа всех журналистов и блогеров это постоянно постить фотографии, тексты и прочую ерунду. Обед, который прошел в этом же Карелопарке, мы пропустим, потому что главной целью нашей поездки сюда был трекинг с хаски, а это одни из самых замечательных собачек. Вот с собаками, что так дома никто не гуляет? Руки свободны. Йоха, Йоха. На самом деле, что-то пугали, что будет сильно-сильно тянуть, не так уж они пока и сильно тянут. Первые впечатления от трекинга с хаски, на самом деле, больше пугали, что он прям тянет сильно. Он тянет. Йоха, молодец. Но все терпимо. И слушайте, даже прикольно, несмотря на то, что он меня тянет, а мне все-таки жарко стало. Я, конечно, понимаю, что я благодаря ему шагаю в три часа, чем я это делаю, просто в городе. Но, блин, вот так по лесу еще, по такому, посмотрите, гулять просто, да просто кайф. Да, Йоха? Что я нового узнал о хаске для себя? Ну, во-первых, это очень дружелюбные собаки, хотя это я и так знал. Второе, это то, что они очень любят гулять и очень энергичные собаки. Если вы заводите такую собаку, будьте готовы к тому, что вы должны с ней гулять один, два, а то и три раза в день. И если собака не гуляет и ей не давать нагрузки, то она начинает болеть, у нее начинают ломить суставы и так далее и тому подобное. Эта собака создана для прогулок. Кстати, один из членов нашей экспедиции сказал, что его друг называет эту собаку одноразовой, с учетом того, что просто если ее не пристегнуть, то она убегает так, что найти ее потом практически невозможно. После общения с прекрасными собачками самое время отправиться в третью точку нашего маршрута. Это гора Самбо. С ее вершины открывается великолепный вид на озеро. Многие считают это место местом силы, ну и просто красивым местом, где когда-то проходили съемки фильма Калевала. Это место заставляет тебя задуматься о величии природы и о чем-то вечном. Такие места не обходятся без интересных артефактов, где люди могут загадать свои желаниями. Здесь, кстати, тоже есть такое дерево, куда надо привязать лоскуточек от своей одежды. Поскольку день подходит к концу, то самое время отправляться в финальную точку нашего маршрута, базу отдыха «Малая Медвежьев», которая находится в Медвежьеморске. Мы заселились с Женьком. Вот такой вот дом. Уже никак козырное место. Так, 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 ну ладно. Это очень интимно, чтобы показывать на видео. Он здесь может пригласить даму, но будет спать от нее все равно на разных этажах. У нас есть домовой. У нас... Это с учетом того, что это просто старый-старый старинный сруб. Прямо этому даже видно. Вот. Ну, для двоих это прям шикарно, да? Да, да. Мы здесь вообще можем развернуться. Ну, у тебя вообще тут... Ты можешь даже вот там спать сверху. На туалете? Нет, мы с тобой можем вот здесь как бы диванчик. У нас здесь камин, смотри, какой. Мы можем... А дрова? А дров нету, кстати. Я тебе скажу так, что здесь вообще-то не жарко. Ну, пока да. Но у нас есть обогревочное топливо. Ну, топливо обогревочное вообще чуть-чуть. Ну, я думаю... Там, наверное, 150 осталось. А стой, а эти, наверное, выключены? Да, они включены. О, вот он заработал. Сейчас будет тепло. Подарки. Что у нас в подарках? Ну, там эмалированная кружечка. Ну, и какая-то еще принята. Смотрите, какое блаженство. Ты в срубе, в деревянном. У тебя камин горит. И еще впереди ужин, баня. Прямо хочется покушать, париться и спать. Прямо чувствую, прям младенческий сон будет. Всегда бы так отдыхать. А еще лучше, когда с семьей. Детейшками, с карапузами, всякими, с друзьями. Ну, и работа такая, это тоже просто райская работа. На ужине к нам присоединился кулинарный карельский блогер. Анастасия Шубанова, известная в инстаграме под ником Nasta10. Помимо того, что на ужин у нас была местная кухня, так нас еще ожидал и мастер-класс по приготовлению карельских калиток. Ну, это такие открытые пирожки из пресного теста. О, ну а чай? Ох, как козырно, блин. Какая она прикольная. Вот, поцелу, просто прикольная баня. О, о. О, слушайте, вообще кайф. Такая на душе у нас, смотри, какой стол прикольный. Второй день. Я в капюшонке, потому что второй день идет дождь. Смотрите, какие коттеджики. У нас вот здесь сейчас стало светло, поэтому уже можно нормально посмотреть, как все это дело выглядит. Смотрите, как отлично смотрится, супер, с медведем на боку и с надписью коттеджа «Мишутка». Кстати, по поводу автомобиля, поскольку пробег-то все-таки автомобильный, три Кодиака. И, ну, разных всего лишь два. То есть бензиновый двухлитровый и дизельный двухлитровый. И, соответственно, супер. Конечно, все это дело изъезжено-перезъезжено, но все равно интересно. Особенно стало интересно, когда мы пересаживались с одного бензинового Кодиака на другой, причем на абсолютно одинаковый, но они, благодаря настройкам, которые там были, чувствовались абсолютно по-разному. Мне кажется, что для нашей необъятной родины отличный способ путешествия это как раз автомобильный туризм. Не потому что это автомобильный блок, канал, или я как-то с автомобильным связан, потому что место действительно каких-то таких укромных, мест силы, мест, где перед твоими глазами открывается какая-то просто небывалая красота. Их сотни, их тысячи, их миллионы. Понятное дело, что в европейской части немножко другие расстояния. Если вы будете жить там где-нибудь за Уралом, в Сибири, Востоком, там расстояния совершенно другие, они больше, но красоты там не меньше. И вот, пожалуйста, мы там отъехали на, ну сколько, километров, наверное, на 500 вот в Санкт-Петербурге. Потратили там, ну вчера мы потратили день, но это с учетом того, что мы заезжали еще во всякие места, останавливались на обеды и так далее. И вот, смотрите, что открывается перед вашими глазами, когда мы добрались до места. Смотрите, какой лес. Я вот просто мечтал всегда, чтобы у меня как-то вот подобным образом стоял дом, наверное, на подобном расстоянии от воды. И чтобы были именно вот такие деревья. Это же просто вот какое-то такое умиротворение просто. Сегодня у нас, кстати, не менее интересный день. Кстати, очень круто, что мы остаемся на этой же турбазе. Мы сейчас, грубо говоря, оставляем вещи, то есть мы не переезжаем на какое-то место. Но мы едем сейчас на Беломоро-Балтийский канал, на море. Потому что можем сказать, что я в конце сентября был на море. Вот. И будем наблюдать за этим великим строением. Беломоро-Балтийский канал это уникальное сооружение. Оно имеет историческое, социально-политическое, экономическое значение для истории нашей страны. Беломоро-Балтийский канал имени Сталина соединяет Белое море и Онежское озеро. Протяженность канала составляет 227 километров. И на нем расположилось 19 шлюзов. Канал был построен между 1931 и 1933 годом с заключенными Беломоро-Балтийским и Беломоро-Балтийским. Постоянно на нем работало 126 тысяч человек, большинство из которых были заключенными. Кстати, именно оттуда пошло слово «зэк» или «зэка», которое расшифровывалось как заключенный канала «армеец». По официальным данным при постройке погибло 12 тысяч 300 человек. Однако, историки склоняются к цифрам в 50 тысяч человек и иногда встречаются цифры и 86 тысяч человек. Для того, чтобы понять, насколько это строение было судьбоносным для нашей страны, здесь надо побывать, ну и самое главное, погрузиться во все архивные документы. Единственное, хочется отметить, что для меня, как для жителя Волгограда, где есть Волгодонской канал, эти постройки выглядят не такими мощными, как на Волгодонском канале. Но, однако, надо понимать, что разница в их строительстве огромная. Беломоро-Балтийский канал люди строили просто из камней и дерева. Вся история Беломоро-Балтийского канала довольно тяжелая. Почитайте как-нибудь. Самое время отправиться к Петроглифу. Петроглифы – это древние изображения, выбитые на камнях. В нашей стране они встречаются на Алтае, на Польском полуострове, в Хакасии, Башкирии, ну и, соответственно, Карелии, куда мы и приехали. Сам комплекс расположен на довольно небольшой территории, два квадратных километра. Здесь, внизу, реки Вык. Река Вык – одна из самых крупных рек Карелии. И здесь, в Беломорском районе, она впадает в Соругскую губу Белого моря. Беломорский петроглиф адаптируется четвертым-третьим тысячелетиям до нашей эры. Здесь около двух тысяч отдельных выбитых фигур. Какие-то сохранились лучше, какие-то хуже. Ну, время никого не щадит. Понятно, здесь и мох, их успевает подъедать, и люди местами ходят неаккуратно. Ну, в общем, хватает всякого. Сейчас я вам попробую какие-нибудь самые яркие найти, показать. посмотрите просто, как вот природа. Причем, этому граниту более трех миллиардов лет. Сейчас я попробую вам рисунки, какие самые интересные найти. Есть тут и охотник, который охотится. Есть тут на лодке белугу ловят. Вот такое интересное место. Помимо самих петроглифов, организаторы приготовили нам развлечения в духе древнего времени. Это стрельба из гулка, развести огонь. Ну и вкуснейший обед, который нам приготовила вновь присоединившаяся к нам Анастасия Шибанова. Суп лохикейта на бульоне из трех рыб и сливок. Просто какое-то безумие. Начинаем третий день нашей поездки, который и заключительный. Мы сейчас выдвигаемся на гору Лысуха. Мне прям аж душу греет. Соответственно, гуляем там. Потом у нас всякие чаепития, обеды. И этот день, когда мы возвращаемся домой. Мы проехали порядка, проедем порядка полутора тысяч километров. В принципе, это не так уж много в день. Пробег где-то по 450-500 километров. Поэтому ну такой более-менее комфортный. Особенно, когда у вас в экипаже два-три, а то и четыре человека. Поэтому здесь нет никаких сложностей. Ну и для того, чтобы забраться, конечно, вот в такую красоту. Хотя подобные, конечно, леса есть и поближе к Питеру, но смотреть там на беломорские петроглифы это дело нужное и без него наверняка. сам по себе Медвежьегорск очень красивое и уникальное своей природой место. Именно поэтому тут снималось и снимается много фильмов и сериалов. Например, некоторые сцены из фильма Любовь и голуби, а из последних Охота на пиранью. Пыльного Марковна Гурченко выходит с собачкой и говорит «Какой пыльный город! Я еще не побывал об нем. Были съемки фильма Любовь и голуби. Вся Сибирь, которую показывают в фильме, снималась у нас». Вокзал Медвежьегорска, построенный в 1916 году архитектором Руфином Габе, является архитектурной достопримечательностью. Кстати, он тоже принимал участие в съемках нескольких фильмов и сериалов. Последнее место посещения перед отъездом домой стала Гарла Суха с замком Кархюмяки и зубами дракона. Замок Кархюмяки на самом деле это система круговой обороны финской армии, которую иногда называют второй линией Маннергейма. Если еще проще, то это туннели, зоты, казармы на 200 человек, выдолбленные в скальной породе. На самом деле безумное сооружение. Между сковой и крышей имеется пространство воздушное, чтобы не было конденсата. Вот такая была сделана штука. И там получается по крыше переходите на сторону и там наверху есть выход. Так, пойдем сюда. Зубы дракона это оборонительное сооружение, которое представляет собой огромные пирамидальные валуны, вкопанные в землю на подходах к зотам. Своим видом они и напоминают зубы. В таких небольших городках оставаться молодежи, когда работы особо нет, учиться тоже негде. Соответственно, вся молодежь разъезжается. ну и что остается? Ничего, потихонечку такие городишки так и закрываются. По дороге домой мы еще раз заглянули к нашей уже полюбившейся Анастасии Шибановой, которая нас угостила вкусным карельским чаем и настоящим свежеприготовленным варенцом. что подошел к концу трехдневный марафон со Шкодой, с автопремиумом полторы тысячи километров, много всего интересного. Крутые путешествия, когда ты понимаешь, что у тебя даже в голову не помещается там та информация, потому что ее еще много, и она очень интересная. Путешествуйте на автомобилях, это очень круто, по нашей стране, много мест, и что самое главное, уставайте от тех эмоций, впечатлений, которые вам все это дело приносит. Осталось от нашего места финиша теперь добраться до дому, ну и все, путешествие закончено. Скоро еще много всего интересного впереди. Субтитры 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 Субтитры